Как стартовать с зарплаты в 30 тысяч рублей и финансово преуспеть? Часто мне, когда мы делаем выпуски, посвященные кейсам инвесторов, пишут «Ну, Николай, вы рассмотрели очень богатого человека, у него зарплата 100 тысяч рублей в месяц или 200, или у него есть квартира или что-то еще». И это несерьезно, потому что у нас ничего этого нет. Потому что у меня зарплата 30 тысяч рублей, большинство в стране такие же, и надо рассматривать только их. И что им делать? Что в такой ситуации делать? Давайте попробуем об этом поговорить. И, возможно, то, что я скажу, оно будет немножко не слишком приятная новость. Потому что часто люди, которые задают этот вопрос, они ждут какой-то волшебной таблетки. Что-то типа ставок в казино или на спорт, когда ты сможешь, бац, и с доходом в 30 тысяч рублей сделать себе быстренько пассивный доход в 100 тысяч рублей. И за счет этого преуспеть. Это так не работает. У нас, с одной стороны, у нас есть на канале много кейсов подобных историй. Например, посмотрите кейс Руслана из Сибири, который стартовал с зарплаты, по-моему, 32 тысячи рублей. Через примерно 5 лет вышел на доход свыше 200 тысяч рублей. Причем существенная часть еще и пассивный доход. Но, к чему я хочу все вот это сказать, то, о чем мы сейчас говорим. Что, когда у вас доход достаточно низкий, то, ну а 30 тысяч рублей, это низкий доход, скажем откровенно. То есть, даже то, что он много у кого есть, это не значит, что он высокий. Нет, это все равно низкий доход. Конечно, то есть, путь инвестирования, не надо от него ждать чудес. Это длинный путь. И им, на мой взгляд, обязательно надо идти, то есть, регулярно откладывать часть своего дохода, даже при 30 тысячах, откладывать минимум 10% на создание своего финансового будущего. Но это путь не быстрый. Какой именно он, сколько времени займет, откройте калькулятор создания капитала. У меня есть подробный ролик, я сделал специально для вас, он в открытом доступе лежит. Очень подробный калькулятор создания капитала. Я попрошу его под этим видео дать ссылку на него, на ролик, где подробные инструкции и сам калькулятор, чтобы вы могли изучить. И на нем посчитайте, на что вы можете рассчитывать. Там учтены многие факторы, инфляция, рост вашего дохода, есть он или нет. Какие-то крупные покупки, если вам надо реализовывать, тоже можно учесть. И вы можете посчитать и увидеть, на что реально вы можете рассчитывать, а на что нет. И скорее всего окажется, что на существенный доход вы сможете от инвестиций рассчитывать только через довольно продолжительный промежуток времени. 5, 7, 10 лет, а то и больше. Значит ли, что это не имеет смысла? Нет, конечно, все равно этим путем надо идти. Потому что если вы им не идете, все остальное, как бы вы не увеличивали активный доход, если вы не умеете при этом откладывать часть денег и разумно их сберегать, а в идеале и приумножать, то все будет в холостую. У меня таких примеров много. И мне на это, знаете, пишут, что да вот, был бы у меня доход 200 тысяч в месяц, я бы все вопросы порешал и копил бы только в путь. Вся проблема в том, что у меня доход 30. Нет, это не так. Очень много примеров людей, и ко мне приходят даже богатых людей. Один из ярких примеров у меня, ко мне приходил знакомый с доходом более 10 миллионов рублей в месяц. У нас предприниматель крупный в Москве, доход, казалось бы, сумасшедший. Когда я спросил его, сколько хорошо, я вас поздравляю, у вас отличный доход. Сколько вы, какой капитал создали, какой у вас пассивный доход? Ноль. То есть при такой огромной сумме человек умудряется все сливать. Это же надо еще 10 лямов в месяц умудриться потратить. Но ничего, он как-то с этим справляется. Может быть, не один. Может быть, ему кто-то близкий помогает в этом сложном вопросе. Но тем не менее. Поэтому этим путем надо все равно идти. Но теперь мы возвращаемся к главной сути. Что для того, чтобы действительно поменять что-то серьезно и в более близком обозримом будущем, надо работать над активным доходом. И вот здесь мы часто сталкиваемся с ситуацией, что человек хочет поменять результат, но не хочет менять свои действия. То есть он говорит, не, ну как это так? Вот я же работаю на своей работе, мне там платят 30-ку в месяц и все. И что я могу сделать? Это же не я виноват, это же мне вот так вот плохо платят. Но с таким подходом слона продать тяжело, как в известном анекдоте. Так вы, ну, тогда для вас остается путь вот такого медленного, постепенного накопления лет через 15-20. Но все равно у вас будет ситуация намного лучше, чем у тех, кто этого не делает. Но более правильный путь, на мой взгляд, при низком уровне дохода, искать варианты повысить активный доход. Ну, казалось бы, может быть, абсолютно понятная вещь, но посмотрев на массу людей вокруг, которые застопрились на доходе, допустим, 30-ка и не увеличивать его, понимаешь, что она неочевидная. Как можно увеличивать доход? Ну, здесь есть целый ряд путей параллельных, которые можно идти, по которым одновременно идти. Первый. Увеличивать доход активный на текущей работе. То есть искать, выяснять варианты, а как мне на текущей работе вырасти в должности, получить премию, перейти на какую-нибудь сдельную оплату, при которой можно заработать больше, искать варианты на текущей работе. Второй вариант. Если вы никак не находите на текущей работе, либо они неинтересны, это посмотреть рынок труда, посмотреть, а может быть, я могу на этой же работе, но в других компаниях зарабатывать больше. Такое очень часто бывает, например, когда человек работает в госорганизации. Оказывается, что, уйдя в коммерческую организацию, делая все то же самое, он может зарабатывать в полтора раза больше. И таких примеров много. И, кстати, вот я буду очень благодарен, если вы напишите конкретные примеры. Если у вас есть такой опыт, когда вы, например, меняли текущую работу на такую же, но в другой организации, и стали зарабатывать сильно больше. Напишите, пожалуйста. Потому что одно дело, сейчас меня кто-то посмотрит и скажет, о, это Николай там под пальмами сейчас бродит, легко ему рассуждать с кучей денег. А на самом-то деле жизнь совсем иная, ничего он не понимает в нашей жизни. И поэтому напишите ваши примеры, я буду за это благодарен, чтобы этот ролик был не просто сам по себе, то, что я вам рассказываю ценен, а и ваш опыт добавлен к тому, что я расскажу. Мне кажется, тогда это будет полезнее. И, конечно, рекомендую почитать комментарии, а если у вас есть ваш опыт, поделитесь, пожалуйста, им. Поэтому буду благодарен. То есть поискать работу вокруг вполне возможно, что можно перейти на такую же работу в другой организации, но с более высоким доходом. Третий путь – это искать возможности сменить профессию. То есть если особенно это актуально для тех, кто уже чем-то занимается, уже ненавидит то, чем он занимается. Такое бывает часто, к сожалению, что человек многие годы, а то и десятилетия работает на работе, которую он уже перегорел на ней. Может быть, когда-то она ему нравилась, но сейчас он ее уже терпеть не может и ходит только из-за того, что он находится в эффекте вот этой колеи, думая, что у него нет вариантов, что если он уйдет с этой работы, то все, тупик. Он пропадет. В этом случае, продолжая работать на текущей работе, можно искать новые источники дохода. Да, конечно, это сложно. Но тут и заложена вот эта вот проблема, что человек хочет других результатов, а меняться не хочет. То есть чтобы поменяться, надо приложить усилия, надо найти ресурсы, время, деньги, которых часто может не хватать. И, в принципе, желание, готовность учиться для того, чтобы освоить что-то новое. Но, благо, новых профессий много появляется. К этому, конечно, нужно приложить усилия. Вот я расскажу свой опыт, такой яркий, когда я учился на Executive MBA, пошел на программу в Московскую школу управления Скорково. У меня она стоила тогда 95 тысяч евро. Не знаю, сейчас, может быть, поменялось. Я в 2012 году поступал туда, уже довольно давно. И, ну, у меня не было такой суммы. Но я пошел в ВТБ банк и взял кредит на обучение. Причем в евро кредит, представляете? Это ого-го, как приключение было. Потому что школа управления хоть и в Москве, но они, как те еще коммерсанты, цену установили в евро. Ну, понятно, они это обосновывали тогда, что многие профессора были и зарубежные, приезжали действительно там у нас из Оксфорда, из INSEAD, из многих других американских и европейских университетов. Но, тем не менее. И я взял тогда кредит большой на обучение. Почему? Потому что считал, что для меня это важно. И это окупится. И я считаю, что это окупилось в итоге. Так вот, третий путь – освоить новую профессию. И многие профессии, если у вас в городе на этом мнении говорят, ну, Николай, это вот в Москве хорошо, или в Питере, или в крупных городах, а у нас, в нашей деревеньке, никакой работы нет. И все, и вот делать нам нечего. Но в этом случае есть онлайн-профессии. Благо, их много. И становится все больше и больше. С пандемией, мир все активнее стал переходить в онлайн. И много какие профессии действительно вполне можно освоить в течение, допустим, нескольких месяцев активного обучения. И после этого начать зарабатывать. И я бы очень рекомендовал для тех, кто не видит потенциала в своей текущей профессии, искать, осваивать этот путь. Пятый путь – это переезд. Для кого-то может оказаться так, что в вашем городе с вашей профессией почти, ну, очень тяжело зарабатывать нормальные деньги. Но переехав в другой город, можно получить прибавку, допустим, переехав там куда-то в Москву или в Питер, или в другой город-миллионник. Можно там в полтора, в два, в три раза больше зарабатывать на той же профессии, просто потому что она там гораздо более востребована, чем у вас. И в этом случае, ну, я много таких примеров знаю, опять же, поделитесь, вот, если вы так реализовывали, будет, ну, интересно очень почитать ваши реальные ситуации. И этот пульт, я считаю, вполне себе такой рабочий, рекомендую его рассматривать. Вы же не дерево, знаете, тут тоже люди часто прикипают к одному месту, и думают, что все, вот, их прибили к этому месту, и никуда не сдвинуться. Но, особенно для более молодых людей, это очень даже реальная ситуация. Ну, и для немолодых тоже. Здесь основная сложность, это в готовности меняться, готовности принимать изменения и быть их инициатором. Это следующий путь. Дальше, что еще, то есть освоение онлайн-профессий, переезд, подработка. Но, наряду с основной работой, вполне возможно, вы можете как раз освоить какой-то фриланс, либо не фриланс, и подрабатывать дополнительно, работая сам на себя. Проблема в том, что, когда вы работаете на кого-то, очень большую часть того, что вы нарабатываете ценности, забирает работодатель и налоги. Если вы работаете сами на себя, делаете все то же самое. Ну, допустим, давайте, как пример, вы электрик, который работает в какой-нибудь госкомпании и обслуживает какую-нибудь, не знаю, энергосистему. И вместе с этим вы берете подработку просто как самозанятый, помогаете людям вокруг настроить что-то с электрикой. И очень часто окажется так, что там у вас стоимость часа будет для вас в 5 раз больше, вы будете зарабатывать, чем работая на основной работе. Это тоже я как пример привожу. Здесь, ну, конечно, у всех разные ситуации, но надо включать для себя такой режим активности и поиска возможностей. Включаешь, начинаешь их находить, не включаешь, не начинаешь, наплывешь по течению. И следующий, знаете, есть такой эффект, эффект лобстера. Вот сейчас тут вот Индийский океан, так вот, вот он, побережье Индийского океана. Эффект лобстера, что есть такие крабы-лобстеры, ну, они разного типа бывают, есть, которые быстрые бегают, а есть, которые, вот их вынесли из моря на песок, и они лежат там, они умеют ползать, они могли бы отползти обратно в море, но они могут лежать в метре от волны и ждать, пока придет новая волна, и их все-таки заберет назад. А если она не придет, не заберет, они так и сдохнут на берегу. Хотя ничего бы им не стоило отползти туда, до моря самостоятельно. Вот подобная стратегия лобстеров наблюдается у многих людей. Они просто ждут у моря погоды, не инициируя никакие изменения, хотя вполне могли бы это реализовать. Следующее, что еще? Стартовать свой бизнес небольшой. Это могут быть какие-то онлайн-магазины, маркетплейсы в последнее время очень актуальны, какие-то оказания мелких услуг у себя в районе. Конечно, это новая деятельность, опять же, может быть непонятная, нестандартная для людей. Это могут быть следующие, что может быть? Может быть активная работа в теме околоинвестиционной, около недвижимости. Ну, допустим, стратегии флиппинга, стратегии с небольшими суммами гаражи. Когда ты купил гараж убитый, без крыши, например. Починил его, сделал крышу и продал уже как полноценный гараж с крышей, с добавленной стоимостью своей. Тоже вы скажете, ну, на это ж нужны деньги. Нужны, конечно, но вам не обязательно использовать свои деньги. Вы можете использовать деньги инвесторов, вы можете взять кредит, вы можете как-то еще делать. Это повышает ваш риск, вы можете потерять. Но под лежачий камень денежный поток не течет. Здесь это, наверное, основная мысль, которую я хочу донести. Кто-то, может быть, скажет, что все, это вода, это вот ты ни одной конкретной цифры нам не сказал, и не сказал, куда конкретно мне пойти, чтобы мне заработать больше денег. Но тут вернусь к идее, что хотите меняться, надо эти изменения инициировать. Ну, то есть, чтобы поменялся результат, надо поменять свои действия. Какие именно будут у вас? Ну, вот я какие-то сценарии рассмотрел. И предлагаю вам тоже мне помочь в этом. Напишите, если у вас есть какой-либо опыт, как вы поднимали свой доход, активный, пассивный, поделитесь им в комментариях. Буду вам за это благодарен. Удачного инвестирования и удачного повышения вашего дохода. Продолжение следует...